Ну а в Парке Победы и тоже под открытым небом сегодня открывается экспозиция пространственных скульптур арт-острова. Над объемными полотнами из дерева, пластика и бетона, которые поражают формой и размерами. Интернациональная команда мастеров трудилась несколько месяцев. Работает там и наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Надежда Сербиненко. Надежда, здравствуйте. Что сейчас происходит на арт-острове? Добрый вечер, Сергей. Сейчас мы находимся в Парке Победы. Именно здесь и разместились инсталляции. Официальное открытие состоялось буквально час назад. И, кстати, арт-острова здесь вырастает уже в третий раз. К уже знакомым минчанам огромному стулу, прищепке, канцелярской кнопке, гипертрофированных размеров, величиной с двухэтажный дом, в этом году добавится еще 11 новых арт-объектов. Авторы пространственных композиций – это как известные художники и скульпторы, так и начинающие. Для участия в арт-островах также приглашены и мастера из Берлина. Они сделали скульптуру в урбанистическом стиле тейп-арт. Подробнее о самых интересных скульптурах нам расскажет Наталья Шарангович, директор Национального центра современных искусств. Наталья, вас, как искусствоведа, сложно чем-то поразить, но все же. Какие работы, по вашему мнению, самые интересные? На самом деле для меня стала самой большой неожиданностью работа, которая находится сейчас у нас за спиной. Авторы этой работы уже еще молодые, но уже известные наши скульпторы – Павел Войницкий и Вадим Мацкевич. И работа, как вы думаете, называется? Называется она «Битва на Немиге». Дело в том, что наши теперешние арт-острова посвящены предстоящему еще очень большому минскому празднику, 950-летию нашей столицы. И, конечно, важно, чтобы художники делали объекты, которые говорили по нашей истории. Но вот такое неожиданное прочтение «Битвы на Немиге», которую мы помним по маленькому летописному изображению. Перед нами железо, сварные элементы и даже элементы автомобиля, если очень хорошо присмотреться, но при этом силуэт. Силуэт говорит о том, что перед нами два всадника, а всадники – это тоже наша история. И на самом деле, если мы прогуляемся по этим арт-островам, то очень много объектов рассказывают о Минске. Не напрямую, ассоциативно, но рассказывают. Это городские секретики, которые когда-то в детстве девочки делали в минских дворах. Это клумбы, которые вырастают. Тоже здесь у нас на арт-островах, но только сделаны они из железа. Это огромные круглые очки, мода теперешнего времени. И в конце концов, это двое человек, летящих над городом. Давайте вспомним Арка Шагала и его влюбленных, летящих над Витебском. Уважаемые зрители, я вас приглашаю самих прийти на арт-островах, посмотреть, удивиться и убедиться, что это интересно. Спасибо, Наталья, за приглашение. Хочу напомнить, что главная особенность этой выставки под открытым небом – это полный интерактив. Руками здесь разрешено трогать абсолютно все, а также смотреть, делать селфи, а на некоторые скульптуры даже залезть. Тему жизни большого города мастера каждый по-своему отразили в работах. Ведь арт-остров – это своего рода подарок Минску к 950-летию. Поэтому до середины сентября выставка открыта для всех. Сергей. Спасибо, Надежда Сербиненко, с открытием третьих масштабных арт-островов в Парке Победы.